Юго-Восточная Азия. Удивительное место, поражающее многообразием флоры и фауны. Теплый мягкий климат сделал этот регион идеальным для жизни рептилий, которые неплохо там обосновались. И если проходя по джунглям посмотреть вверх, то даже в небе можно увидеть представителя этого класса. Вы на канале Знай ТВ, и сегодня мы посмотрим на летающих змей. И думаю, они точно достойны вашего лайка. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Змеи? Летают? А точно тут нет ошибки. Ведь еще классик русской литературы писал, рожденный ползать летать не может. Но не тут-то было. И этой змее, по всей видимости, никто не указ. Знакомьтесь, это древесная летающая змея. Настоящий мастер охоты в джунглях. И отличный пример эволюции. Но обо всем по порядку. Древесные летающие змеи. Это целый род, включающий в себя пять видов. И все они довольно сильно похожи друг на друга. Прежде всего, это достаточно стройное тело. Ведь они обитают в густых джунглях и живут на деревьях. Так что тяжеловесом там делать нечего. А длина такой змейки может превышать 1,2 метра. Хотя чаще всего встречаются экземпляры до 1 метра в длину. И, конечно, для лучшей маскировки среди листвы они имеют зелено-черный окрас. Так что заметить такую змею обычно довольно трудно. Это настоящие мастера древолазанья. Ведь змеи легко забираются вверх даже по самым тонким веткам. Ее тело покрыто острыми чешуйками, которые отлично цепляются за любые предметы. Даже стекло не преграда для таких древесных змей. А уж ствол дерева для них словно асфальтовая дорожка для человека. Змея даже может практически полностью свешиваться с ветки, держась за нее самым кончиком хвоста. И при этом не срываться. А в нужный момент она делает кое-что необычное. Змея резко отталкивается хвостом от ветки и летит вниз. Но не переживайте за рептилию, у нее все продумано заранее. Во время такого полета змея втягивает в себя живот и расправляет ребра, делаясь плоской и даже формируя вогнутый желоб на животе. Такая форма позволяет отлично ловить встречный поток воздуха и планировать на нем словно бумажный самолетик. Но кроме того, змея совершает волнообразные движения своим телом, улетая еще дальше. Ее техника полета настолько эффективна, что с высоты двух метров змея способна улететь на целых десять. А если она прыгает с верхушки дерева, то ее полет может в сто раз превысить длину ее тела. Посмотрите, кажется, что змея просто прыгает вниз и ее тут же подхватывает поток ветра, разгоняя вперед. Иногда даже кажется, что эта рептилия летает вообще вопреки законам физики. И при всем этом в воздухе она может менять форму тела, регулируя дальность полета и мягкость приземления. Но зачем змеи так делают? А такие полеты очень сильно экономят энергию, ведь в густых джунглях перебираться с одного дерева на другое можно весь день. Кроме того, такая экстренная эвакуация может спасти змеи жизнь в случае опасности. Ну и конечно он. Эта небольшая ящерица из семейства Агамовых называется летающий дракон. И для защиты от хищников она выработала очень интересный метод. Дракон просто отталкивается от дерева и расправляя свои крылья, улетает вдаль. Ну или как правило на соседнее дерево. И чтобы он не чувствовал себя неуязвимым, змеи тоже развили этот навык. В отличие от многих своих родственников, у них превосходное зрение, и змеи могут заметить ящерицу даже на другом дереве. Ну а далее остается только повиснуть на ветке и посильнее оттолкнуться с нее. При этом змеи обычно приземляются очень близко к своей добыче. А дальше остается только схватить ее пастью и попытаться съесть. Древесные змеи Древесные змеи относятся к ложным ужам, и в их зубах имеются каналы для яда. Но яд, если его так можно назвать, у них крайне слабый, и не всегда его хватает, чтобы обездвижить даже небольшую ящерицу. Поэтому змеи предпочитают сдавливать тело добычи и быстренько проглатывать ее. И их добычей, как правило, становятся небольшие ящерицы, которых можно есть прямо на дереве. Причем после такого обеда змея временно становится нелетающей, ведь ей нужно переварить. Да и лягушки тоже попадаются летающие змеи, и с ними проблем, как правило, не возникает. Но от таких любопытных глаз все же лучше уйти куда-нибудь подальше. Но самая частая добыча – гекконы. Змеи ловят их везде. На деревьях, на земле и даже на человеческих постройках. Правда, иногда такая добыча может довольно сильно укусить охотника, и эта змея, похоже, не знает, что делать. Ее силы не хватает, чтобы сдавить геккона, а вот он держит своего врага очень мощно. И трудно сказать, какой исход был бы у этого поединка, если бы не вмешался человек. А этот геккон вообще решил помочь своему товарищу. Посмотрите, он подбирается к змее и изо всех сил кусает ее. Причем он не отходит далеко, а продолжает свои попытки, атакуя охотника снова и снова. А второй геккон тоже схватил змею, и у нее тут незавидное положение. Хотя видео обрывается на самом интересном месте, и итог битвы мне неизвестен. Но древесные змеи – очень ловкие охотники, которые могут незаметно подкрасться и атаковать даже птицу. Да и летучую мышь тоже, ведь эти хищники активничают днем, когда из убежищ выходит основная их добыча. Хотя при случае они не упускают возможности полакомиться и ночью. Даже небольшие вараны попадают в ее цепкие объятия, и выбраться из них очень непросто. Правда, проглотить даже такого небольшого варанчика – задача не из легких, и змее приходится потратить на это больше часа. Но если варан будет покрупнее, то уже сама змея становится добычей. Таков закон джунглей. А на этом видео довольно крупная змея атаковала мангуста. Хотя, скорее всего, это была только оборона, ведь вряд ли змее придет в голову нападать на такого бойца. Про мангустов, кстати, на канале уже есть ролик. Советую посмотреть. Да и кошки не упустят возможность показать змее, кто здесь хозяин. Поэтому, только увидев усатых полосатых, древесные змеи сразу прячутся. Ведь если ты был обнаружен, кошка тебя просто так не оставит. И даже залезть на дерево не всегда получается, когда против тебя работает этот ловкий охотник. К слову сказать, яд древесных змей на кошек не оказывает никакого влияния. Я не полностью безобидный для четвероногих питомцев. Не говоря уже о человеке. Так что не стоит пугаться, если вдруг над вашей головой пролетит такая красотка. Вот такие удивительные летающие змеи существуют в дикой природе. И хочется, чтобы они не исчезли с лица земли. А если вам понравился этот ролик, то я буду очень признателен любой вашей оценке. Ну и конечно, подписывайтесь на канал, ведь впереди еще много всего интересного. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok